Тип плоские черви, общая характеристика. Значит, перехожу к билатеральным, то есть к существам, у которых имеется симметрия продольная. У них есть, значит, двусторонне-симметричные. У них есть правая сторона и левая сторона. Но это как люди. Вот люди, в принципе, в какой-то степени черви. То есть мы все происходим от червей, потому что те существа, у которых нет двусторонней симметрии, очень сильно от нас отличаются, даже животные тимоноглядочные. Ну, вот уже у плоских червей многие вещи есть, которые есть у нас. Значит, 9 классов различаются в этом типе плоских червей, из которых 6 паразитические. Естественно, паразиты, они приспособились к своей жизни как паразиты, имеют сильные особенности, в отличие от обычного черва плоского, который не занимается паразитизмом. Ну, и к этому типу относятся разнообразные глисты. Таким образом, в ближайшее время я собираюсь в субботу посвятить плоским червям, будет очень много про глистов. В принципе, многие имеют плоское именно тело, но не все далеко, потому что у них есть и круглые черви, есть длинные черви, есть короткие черви, то есть, это не по телу их, конечно, выделяют. Размеры разные, мелкие представители полмиллиметра, некоторые глисты в кишечнике китов могут достигать 30 метров, то есть, он во много раз больше человека глистов. У свободно живущих, у турбилярий и прочих плоских червей покров состоит из ресничек, то есть, у них покрыта кожа ресничками, реснички эти передвигаются, или у некоторых жгутиками, и за счет передвижения этих ресничек они, собственно, ползают. Что касается паразитов, как правило, у них нет ресничек, у них, как правило, всякие способы закрепления там где-нибудь в желудке, там в кишечнике хозяина. Ну и вот принципиально, поэтому, получается, клетки эпителия двух типов, да, бывают, то есть, с ресничками эпителии у плоских червей, и симплотические эпителии, это как раз у паразитов характерен. Под эпителиями у них мышечные волокна, как правило, слоями кольцевые волокна, продольные, диагональные, из-за сложной системы мышечных волокон червь может двигаться вправо, влево, вперед, назад, крутиться на месте и так далее. По диагонали может. Это все называется кожно-мышечный мешок у червя, и за этим мешком у него паренхема, то есть, собственно, основная вся вот эта ткань. У плоского червя, как и у нас, три зародышевых листка из центрального, из мезодермы развивается, собственно, уже паренхема. Нет у него полости тела, внутри заполненный червяк, он не... Вот, допустим, гидра, она внутри пустая, да, то есть, у него там одна кишка внутри. Ничего такого у червя нет, у него сложная система органов, чем он тоже нас напоминает. Во-первых, там есть развитая мускулатура в этой паренхеме тоже, не только по коже, но и внутри паренхема у него... Вообще, он достаточно мышечный червяк, он... Много у него мышц. Дальше, ротовое отверстие у плоского червя, как правило, есть на переднем конце тела, но может быть и на заднем конце, и посередине, и может быть несколько ротовых отверстий. От ротового отверстия идет кишка, не имеет он анального отверстия, то есть, он выбрасывает, он тоже через рот. Вот, у него может быть пищевод, от рта немножко пищевод идет кишке. В кишке он пищу переваривает, а все вот эти остатки, не переваренные, опять же, через рот он выбрасывает. То есть, вот он чем жрет, тем и срет. И это характерно прямо для любого глиста, так как анальных отверстий у них нет. Стенка кишки у них тоже достаточно такая, с мышечными волокнами, это у них тоже есть. И как раз в кишке выделяются пищеварительные ферменты, то есть, никаких там желез отдельных, желудков и прочих, как у нас у них нет, просто в кишку выбрасываются ферменты, все необходимые для переваривания. Это самое простое, то есть, с которых начинается, то есть, типовое строение я сейчас описываю, которое характерно для обычных представителей типа и для самых простых. У паразитов большей частью упраздняется пищеварительная система, потому что они непосредственно из хозяина же потребляют вещества, поэтому им кишечник не нужен, зачем энергию тратить, мы и так со всем с хозяина, и у паразитов часто атрофируется вообще пищеварительная система. Плоские черви имеют, наконец-то, развитую нервную систему, которая не свойственна медузам и прочее, что мы раньше изучали. Как и мы, они имеют мозговой ганглии. Вот с червей начинается, собственно, головной мозг. Ну, конечно, мозг у них примитивный, но есть у них, значит, на переднем конце тела у них имеется скопление нервов, которое вот позднее у разных животных развивалось и привело к появлению головного мозга у нас. А нервная система у них тоже довольно такая развитая, она пронизывает все тело. От мозга отходят продольные стволы, которые между собой соединяются кольцовыми перемычками, комиссурами. То есть она у них такая, как решетка. Это приводит к тому, что червь контролирует хорошо, мозг червя контролирует все тело хорошо. Это для чего нужно? Чтобы поворачиваться, нужно всем телом двигаться. Вот надо, вот он повернется, как-нибудь изогнется, у него нервы по всему телу, он хорошо ими командует. Органы чувств у них, тем не менее, обычно не развитые у плоских червей. У них имеются сенсилы, то есть некие реснички такие сплетенные. Вот он же на ресничках двигается, да? Вот некоторые сплетелись между собой и используются как чувствительные органы. Допустим, они определяют механическое раздражение, наличие каких-нибудь химических соединений, которые там нужны или не нужны червяку. Вот таким образом он, значит, чувствует. В принципе, они могут иметь глаза, хотя паразиты обычно их не имеют, и могут иметь орган равновесия статоцисты, но орган равновесия имеют уже медузы, это понятно. И глаза примитивные есть тоже у медузы. Более подробно, когда уже конкретные классы будем рассматривать, там рассмотрим, какие у них там глаза и так далее. У червей появляется выделительная система, которой нет у кишечно-полосных. У них имеется протонефридий, то есть система каналов таких, которые пронизывают все тело животного, собирают там, соответственно, воду всевозможную, выбрасывают ее. В основном эти протонефридии осуществляют осморегуляцию, то есть поддерживают необходимую концентрацию ионов в межклеточной жидкости червя. Ну, это уже близко по функции к нашим почкам, то есть вот что-то прото-почки у них появляются. Они способны отфильтровывать излишнюю воду и сбрасывать ее. Все органы выделения есть. У плоских червей нет органов дыхания, они всем телом дышат. Ну и, кстати, органы дыхания довольно поздно появляются, и у червей в правилах нет. У них нет крови как таковой, то есть через все тело просто вот кишка, она по всему телу идет, и из кишки непосредственно впитывается. Питательные вещества во все тело. Ну, у кого нет крови, у тех обычно кишка большая. Но они маленькие, для маленьких кровь особенно не нужна. Плоские черви все сплошь гермафродиты, то есть у каждого червя имеются и мужские, и женские половые органы. Они между собой совокупляются, то есть один вводит свой мужской половой орган в женский половой орган другого червя. А так, в принципе, у любого червя есть и мужской, и женский половой орган. Как правило, я вот именно говорю, совокупляются, потому что у них есть совокупительный орган, как у нас, и у них внутреннее оплодотворение. Ну, более подробно позже, тоже не у всех, как бы, но, как правило, у плоского червя есть орган, вот мужской именно половой орган, который он сперму в другого червя так или иначе вносит, и вот там потом развивается яйцо. Как правило, у них развитие прямое у обычных плоских червей, то есть у них просто созревает яйцо, из яйца выходит уже маленький червяк. Он отличается от взрослого только размерами, потом он растет и становится большим. Это у тех, которые нормальный образ жизни ведут, а который паразитический, у них сложная система поколений, как обычно у паразитов, уже тут многих паразитов я показывал, и простейших, и так далее. И очевидно, что у паразита сложная обычно система хозяев, и грибов, у грибов тоже много поколений паразитов, об этом уже много говорят. Это характерно, конечно, и для глистов, и это уже подробнее потом рассмотрим. Значит, по происхождению, уже тоже эти все проблемы упоминал, черви как-то отдельно происходят от губок и кишечно-полосных, то есть не доказано, вот казалось бы, да, там губки, они более простые, так все должны от губок происходить. Вот это не доказано, что черви от губок происходят, и скорее всего не происходят. То есть губки, медузы и прочее, это отдельная ветвь эволюции, а вот черви как-то вот сами произошли от колониальных этих, видимо, простейших, и вот мы дальше уже происходим от червей. От червей дальше все произошло. Внутри этого типа плоских червей самые примитивные считаются турбилярии, к которым мы скоро и приступим. От турбиляриев произошли более сложные всякие плоские черви, но потом основная часть плоских червей перешла к паразитическому образу жизни и деградировала большей частью. То есть паразиты, как правило, у них многие системы деградировали, о чем я тоже расскажу. Ну вот примерно так эволюция шла, значит, плоских червей, то есть от турбилярия самая простая, от нее происходят более сложные плоские черви, а также паразиты. Ну и от каких-то более сложных плоских червей, видимо возникли дальнейшие черви, а также моллюски и тому подобное, и в итоге, собственно, и мы.